Здарова дорогие подписчики густи канала, по-прежнему с вами Диман и сегодня, друзья мои, у нас появилась новая информация касаемо новой системы глобального обновления, а именно крафт. Ну стоп-стоп-стоп, а давай прямо сейчас я расскажу тебе, что ты также сможешь поиграть вместе с нами в Black Rush и совсем скоро скрафтить какие-нибудь новые вещи. Для этого переходи по ссылочке из описания, скачивай лаунчер, устанавливай его либо на андроид, либо же на айфон и не забывай указывать мой промокодик, это хэштег Димк, благодаря которому ты получишь 15 тысяч на свой первый автомобиль, а также с Киморгенштерна, шарик, ну и тачку на 12 часов, а именно Ролл Скайлян. Также, друзья мои, не забывайте участвовать в конкурсе на 3000 донат валюты и это сделать максимально просто. Победитель, кстати, прошлого ролика у вас на экране, он поставил лайк, подписался на канал и писал в комментариях слово участвую. Чем больше было комментариев, выше шансы на победу. Ну что же, а мы начинаем. Итак, ребята, буквально год назад разработчики нас, в общем-то, обрадовали новой системой, а именно крафт. И я уже неоднократно о ней как-то вспоминал там раз полгода, да, говорил о том, что идёт разработка этого как раз-таки крафта, на что мне, к сожалению, никто уже, наверное, таки и не верил. Да, все думали, что о крафте забыли и этой системы у нас не будет. Но, друзья мои, сейчас очень важная информация, что вообще такое крафт. Крафт это как раз-таки создание каких-то предметов из кусочков, деталей, вещей, которые вы находите на свалке, на мусорке, на дороге, где угодно. И да, ребята, нам постепенно разработчики в течение этого года добавляли, добавляли, добавляли новую работу и, конечно же, ту самую свалку, где как раз-таки мы и будем заниматься поиском деталей. И да, я уже как-то говорил о том, что есть вот такой вот скрин, это получается сырой скрин как раз-таки нашего крафта, наши мусорки, работы мусоровоза. Мне тогда никто не поверил, но на самом деле, друзья мои, на ваших экранах вы прямо сейчас можете почитать, что такое предметы для крафта. Они появляются только в случае, если заполненная свалка превысила 50% к началу нового часа. Если предметы появятся, об этом всем сообщат. И внизу вы видите, что текущая заполненность свалки 33%. Да, вот именно этого от этих вот двух пунктов у нас пока что нету, но первые два пункта, утилизация транспорта и работа на мусоровозе буквально пару месяцев назад была уже добавлена. А отсюда мы можем сделать вывод, то что все это как раз-таки и велось к добавлению действительно сложнейшей работы новой системы. Это как раз-таки крафт с верстаком, с отдельными помещениями, с нереально крутыми, ребята, предметами, которые вы сможете докрафтить на, допустим, свои автомобили, одежду, аксессуары и многое другое. Вы прямо сейчас, в принципе, ребята, если посмотрите на вот эти два скриншота, а именно эта маска за промокод, друзья мои, посмотрите внимательно, да, эта маска за промокод сделана непонятно в каком-то помещении. Но и далее очки за промокод тоже примерно в этом же помещении был сделан этот скриншот. Эти два аксессуара раздавались как раз-таки нам с маленькой отсылочкой от разработчиков. Они, так сказать, подогревали нас, вкидывали всякие идеи, чтобы мы сделали маленькие какие-то догадки. А уже буквально на днях нам анонсировали вот такой вот невероятный слив, ребята, а именно видос из помещения для крафта. И да, вот здесь, посмотрев данный видосик, мы можем уже увидеть то, что просто какое-то помещение с верстаками, с какими-то чертежами, с какими-то столами, какой-то челик подходит, смотрит, уходит. Но если всё вот это, два, получается, скриншота с аксессуарами и видосом сопоставить, и мы увидим то, что даже на вот этом скриншоте, да, а именно очки за промокод, есть какие-то чертежи. Во-первых, это чертежи двигателя, а также оружие, а это уже можно представить, что мы прямо сейчас, как выйдет крафт, сможем уже, насобирав достаточное количество деталей, создать действительно какой-то новый движок для своей четырки или там, не знаю, семёрки, которая поедет 300 тысяч километров, да, и будет, наверное, самая быстрая на сервере, да. Также мы сможем создавать какие-то невероятные оружия, да, для того, чтобы не покупать их в оружейном магазине, это на самом деле очень круто. Поэтому, ребята, всё это, конечно же, порционно нам и добавлялось для того, чтобы мы хоть как-то некоторые такие детали улавливали и собирали наш пазл и понимали, что же нас ждёт уже вот-вот. Ну и, в принципе, друзья мои, теперь, если поговорить о дате выхода этого обновления, то можно подумать, а почему нам перенесли Блэк Пасс на 11 число. По всей видимости, быть может, появилась какая-то проблемка или же разработчики хотят просто всё усовершенствовать до идеала для того, чтобы выкатить на сервера. А значит, по всей видимости, крафт прямо сейчас тестируется и значит 11 числа вместе с новым Блэк Пассом нам добавят как раз-таки эту новую систему. Можно заметить, что разработчики стали порционно нам добавлять либо работы, либо тачки, либо же системы какие-то, а значит и 11 числа нам как раз-таки и потребуется ждать крафт. И, кстати, насчёт как раз-таки этих обновлений, буквально совсем недавно нам добавили Танпин, а именно криптовалюту Блэк Раши, кто фармит, напишите в чат, сколько у вас уже Танпинчиков. А для того, чтобы и вы фармили для покупки каких-то новых эксклюзивных аксессуаров или же тачек, то переходи по ссылочке из описания, либо же закреплённом комментарии и крафте наши Танпины. Ну и, в принципе, ребята, если ещё поговорить, а что же нас будет ждать ещё в глобальном обновлении, то, я так полагаю, после крафта мы как раз-таки увидим новый город Нижегородска. Да, обычно разработчики, сливая такие вот масштабные, да, масштабные картинки, видосы, просто подогревая нас, сразу же, буквально через недельку-две выкатывают обновлением на сервера. Поэтому, ребята, пиши в чат, если так долго ждал крафт. А на этом всё. Спасибо за просмотр, ставь лайк и пока! Субтитры сделал DimaTorzok